С 1 января этого года в налоговом законодательстве изменился порядок получения социальных вычетов. Теперь расходы за обучение, лечение и занятие спортом можно вернуть, не собирая пакет документов. Если вы с 1 января 2024 года пользовались какими-либо услугами, то для того, чтобы получить налоговый вычет в следующем налоговом периоде, вам нет необходимости собирать налоговые документы. Достаточно будет одной справки об оплате услуг либо взноса. Данная справка выдается теми учреждениями, организациями или индивидуальными предпринимателями, где вы получали услугу. Налоговая служба напоминает, с 1 января в регионе стартовала декларационная кампания. До 2 мая необходимо предоставить справку о доходах, полученных в минувшем году. Какие это доходы? Доходы от продажи имущества, доходы от продажи транспортных средств, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от получения подарков не от близких родственников. Декларированию подлежат доходы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатских адвокатов. Если сроки будут нарушены, налогоплательщика могут привлечь к ответственности. С нового года в регионе вырос прожиточный минимум. След за ним увеличились и размеры детских пособий – до 13 749 рублей. Исходя из этой суммы, уже будут рассчитываться единые пособия и другие пособия, которые рассчитываются из суммы прожиточного минимума. Мамам подавать заявление о пересчете единого пособия, если оно назначено до 1 января, не нужно. Социальный фонд сделает самостоятельно. Мы пересчитаем, исходя из нового размера, единое пособие. Сумма маткапитала выросла на 7,5%. И теперь на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей. На второго – 834 тысячи. Пенсии в регионе тоже подросли. Была проиндексирована страховая пенсия для неработающих пенсионеров на 7,5%. Это высокий процент высшей инфляции, который установлен в законе о федеральном бюджете на 2024 год. Пенсии индексируются таким способом, что увеличивается фиксированная часть пенсии. В среднем выплаты по страховой пенсии увеличатся на 1500 рублей. Нововведения коснулись и банковской сферы. Теперь при рефинансировании старых кредитов и оформлении новых потенциальный заемщик будет получать специальное уведомление. Если на поглощение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа. В нем нужно будет поставить подпись. Если документ в электронном виде, то необходимо поставить соответствующую галочку. Такое уведомление поможет потенциальному заемщику еще раз обратить внимание на высокие риски и, возможно, воздержаться от таращивания долгов. Но даже если долговая нагрузка выше 50%, кредите не откажут. В первую очередь информация о величине этого показателя поможет клиентам принять взвешенное решение. В идеале на выплаты по кредитам и займам должно уходить не более 30% дохода. Когда эта доля превышает 50%, велика вероятность даже при малейших финансовых проблемах сорвать график погашения и оказаться в долговой яме. Также в 2024 году Банк России продолжит борьбу с финансовыми пирамидами и нелегальной деятельностью. Счета таких компаний будут блокировать. Михаил Агарков, Алексей Еременко, Сергей Малеев. События дня.